За круглым столом жители Севастополя, а также несколько известных журналистов и политологов. Руководитель представительства Института демократии и сотрудничества в Нью-Йорке Андроник Мигранян – постоянный гость американских телеканалов. В эфире он пытается развенчать мифы о России, которые в последнее время в связи с «Русской весной» приняли угрожающие масштабы. Он уверен, что Россию сегодня запугать невозможно, а санкции против нее окажутся губительными для тех, кто их принимает. Я должен сказать, что когда четко и ясно излагаешь российскую точку зрения, что мне приходится часто делать на БДС, на Сианин или на других, есть первоначальный напор у наших западных партнеров, а потом им очень трудно противостоять нашей аргументации. А у нас очень серьезная аргументация. Что касается Украины, политолог убежден, что в стране не было ни одного президента дружественного России. Проигрыш Виктора Януковича во время Оранжевой революции Андроник Мигранян считал самым подходящим вариантом для России. Ведь лучше иметь ясного врага, чем фальшивого друга. В отличие от своего коллеги, у Виталия Третьякова более пессимистичный взгляд на то, чем угрожает России украинская нестабильность. Западный сосед превратился в страну, которая теперь выполняет те же функции, что когда-то припалтийские государства и Польша, только в усиленном варианте. В целом нужно признать, что те, кто совершил государственный переворот в феврале этого года в Киеве, мало того, что они для государства Украина в тех границах тогда создали гигантские проблемы, мало того, что они фактически отдали все остатки независимости той Украины, которая и так уже, это независимость Западу была продана, они полностью туда отдали, так они еще и создали гигантский, вот просто целенаправленный фактически гигантский кризис в отношениях между Россией и Евросоюзом, между Россией и США. Это такая провокационная роль в главной политике, это очень опасно. Эксперты уверены, что главная задача Украины в том, чтобы источник конфликта находился прямо у российской границы. Андроник Мигранян хоть и живет в США, но считает, что американское руководство допустило слишком много ошибок в своей внешней политике. Ни одна страна, куда они приходили строить демократию, так и не дождалась стабильности и благоденствия. Василий Косенко, Александр Листопад, Севинформбюро.